А мы продолжаем. И в нашей студии режиссер Владимир Рудак, Валентина Порубина, организатор фестиваля «Кино без барьеров» и Мария Минахметова, руководитель проекта фестиваля «Кино без барьеров». Доброе утро. Рады вас видеть. Расскажите, пожалуйста, вы впервые в Казани? Доброе утро. Да, я впервые. Планировали в прошлом году, не получилось, но хорошо, что в этом все. Успели посмотреть город, что-то увидеть? Немножко, да. Были в Национальном музее, погуляли в Кремле. В общем, так, что-то успели. Замечательно, очень. Очень понравилось. Вот на фестивале «Кино без барьеров» вы представили фильм «Ананасы». Я уже в всевозможных пабликах и группах уже прочитал про этот фильм. Вот о чем он? Расскажите, пожалуйста. Ну, если выражаться лог-лайном, да, как в кино, то это история о молодом человеке, который исцеляется, но никому не признается в этом, что он не нуждается в инвалидной коляске. Ни близким, никому. Никому не говорит, продолжает. Да. Но до этого он был инвалидом коляске. Но почему все же «Ананас»? Этот вопрос все задают. Вот я его решила. И уже есть варианты, основной, который закладывал я, когда писал сценарий, просто есть сцена в фильме, где мама привозит своему сыну так называемый продукт из детства. У каждого из нас есть продукт, который мы из детства. Вот это «Ананасы». И мама привозит своему сыну, но с другой целью. Не только, чтобы его угостить, а у нее немножко другие интересы. Я не буду... Не рассказывайте. Нужно посмотреть обязательно. Да, спойлеры нам здесь найдут. Фестиваль уже закончился. Какие работы особенно вы можете выделить? Это как раз фильм «Ананас». Фильм, который мы показывали старшеклассникам на уровне глаз. Это проблема подростков, которые принимают своих отцов, своих родителей, прощают им то, что, казалось бы, простить в этом возрасте невозможно. Ну и замечательная программа мультипликационных и анимационных фильмов, которые мы показывали в течение двух дней детям. Да. А вот обратная связь со зрителем, несомненно, важна. Как встречают зрителей? Какая реакция у них на фильмы, на мультфильмы? Реакции замечательные. У нас были аншлаги как в прошлом году, так и в этом году. Родители сидели на ступеньках, дети сидели в креслах. Ну а после программы была дискуссия, была анимация. Ни один ребенок не ушел без подарка, а отзывы мы ловим сейчас. Это все время. Это прекрасно. Расскажите, пожалуйста, какие самые яркие гости посетили фестиваль? Самые яркие, я думаю, самые любимые наши гости – это ребята, для которых, в общем-то, и рассчитана основная программа этого кинофестиваля. Нам далось хорошую подборку мультфильмов, сделать фильмов лауреатов кинофестиваля «Кино без барьеров». И ребята с удовольствием аплодировали. Для меня это было удивительно, что они аплодировали после каждого мультфильма, как на концерте. И это самое, наверное, главное. Это, скорее всего, самый яркий для меня даже показатель, когда я бываю в кинотеатре. Если после фильма народ аплодирует, ведь никого здесь нет. Здесь нет ни режиссера, ни кого, кто сделал этот фильм. Это значит, мы настолько в восторге, мы вам передаем. Надеюсь, вы нас услышите. Да, и звонили из школ, даже не хватало нам места, чтобы всех детей разместить. И с благодарностью сейчас звонят директора школ, радуются тому, что их дети посетили нашу кинофестиваль. Это прекрасно. Владимир, расскажите, пожалуйста, какие у вас дальнейшие планы? Над чем сейчас работаете? Откройте немножечко завесу. Приоткройте. Да. Сейчас я работаю над несколькими проектами одновременно. Это мы заканчиваем работу над документальным фильмом. Он не касается темы инвалидности. Это писатель, который переехал из Казахстана в Карелию и занимается поддержкой национальных традиций. О, прекрасно. Да, это очень такая удивительная история. Также я доделаю короткометражный фильм. Надеюсь, что он будет на кинофестивале «Кино без барьеров», если мы успеем, потому что впереди постпродакшн. И также сейчас ведутся переговоры по поводу съемок полнометражного фильма «Альтернатива». Пока все в ожидании. Ну, мы надеемся, что все ваши планы обязательно осуществятся. Спасибо, что пришли к нам, и ваши глаза горят. Это вот самое важное и самое главное, что зритель вас принимает. Ну что ж, спасибо. Творческих успехов. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо вам.